Довольно редкая для района авария произошла в районном центре. На большой скорости столкнулись мотоцикл и автомобиль. Пироги на любой вкус. В Чунояре в рамках празднования Дня посёлка прошёл фестиваль домашней выпечки. На их футбол смотрела вся Сибирь. На Багучанском стадионе прошёл матч памяти футболистов клуба «Ангара». Здравствуйте! В эфире новости Багучанского телевидения. В студии Александр Мажеванов. И теперь обо всём более подробно. Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклов в нашем районе случается достаточно редко. Зато эти аварии очень показательны. Зачастую в таких происшествиях виноват мотоциклист. Одна из подобных аварий произошла накануне в Багучанах. Подробности в первом сюжете. Находясь на месте происшествия, сразу понимая, что один из участников аварии явно не соблюдал дистанцию и скоростной режим. Тормозной след от колёс мотоцикла растянулся практически... УАЗик 708-й двигался по улице Ленина, поворачивал на Куйбышево. Поворотник, со слов водителя, поворотник включился в мотоцикл, двигался сзади. Ну, явное превышение скоростного режима. Не успел, чтобы уйти из столкновения, начал его обгонять и зацепил вон колесо мотоциклом. Всё, получилось опрокидывание транспортного средства мотоцикла. Судя по всему, только везение спасло мотоциклиста от тяжёлых травм. Пострадавшего молодого человека, ранее привлекавшегося к административной ответственности за данные правонарушения, увезли в больницу. Предупреждения и штрафы не смогли убедить водителя мотоцикла соблюдать правила дорожного движения. И, как итог, аварии избежать не удалось. Заочно так слышал, что он гонял по посёлку, а так я его ни разу не видел. Я ехал потихоньку оттуда, километр 40, сворачивал сюда. Он летел, я не знаю, откуда-то, вон оттуда, там 120, 140, может и даже больше. Вот мне стукнуло в колесо и разбил мотоцикл. Мотоцикл – это одно из самых опасных транспортных средств на дороге. Да и водитель мотоцикла практически ничем не защищён. Почему мотоциклист чувствует себя в праве нарушать правила дорожного движения, непонятно. Но расплачиваться мотоциклисту за нарушение всё же придётся. И хочется надеяться, что это будет просто штраф, а не очередная жертва дорожной аварии. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр», Богучаны. Подготовка помещений, где расположены избирательные участки к выборам, а также акция «Помоги пойти учиться» стали основными темами еженедельного совещания глав поселений. Подробности у Екатерины Роченковой. Совещание началось с вопроса подготовки помещений избирательных участков. В частности, о необходимости проверки пожарной сигнализации и комплектования огнетушителями. В ходе доклада представителя полиции также были замечания. На данный момент обследовано 31 помещение участковых избирательных комиссий, а также прилегающие территории. Имеется требование, что в проведении избирательного процесса необходимо для допущения транспортных средств не ближе к 50 метров помещениями избирательных комиссий. В настоящее время свободный доступ по обследованию, которое было произведено, выявлено два факта. Это на центр занятости, где можно подъехать. То есть по антитеррористической защищенности имеются недостатки. И ДК поселка микроороны Геофизика. То есть там необходимо изыскать средства, возможности по оборудованию искусственными преградами. Не знаю, там ленты, возможно, там, возможно, деревянное исполнение, какие-то там, заборчики поставить или еще что-то. С 15 августа стартовала акция «Помоги пойти учиться». Главная цель акции – помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Помочь собрать детей в школу. Таких семей у нас получилось 142, но хочу сказать, что это не окончательный список. В ходе работы кто-то убывает, кто-то добавляется еще. Значит, выясняем степень готовности детей в школу, какие именно предметы необходимы, чтобы помощь была именно адресной помощью. Также проводится параллельно консультирование родителей о получении материальной помощи через Управление социальной защиты. Оказывается поддержка в свой документах. Ежегодно большую помощь оказывают детям предприниматели. В этом году участниками акции стали и крупные предприятия района. Багучанский алюминиевый завод. Они готовят 65 больших наборов канцелярских товаров и передают нам. И Багучанский УПК перечислил 150 тысяч рублей. То есть мы просили их закупить спортивную обувь. Они сказали, нам некогда этим заниматься. Мы же к вам перечисляем деньги, а вы, пожалуйста, уже направьте туда, куда считаете нужным. Не остались в стороне индивидуальные предприниматели. Некоторые уже лично пришли и оказали помощь. Магазин «Смешные цены». Прямо в этом году молодцы они нам весной оказывали помощь. И сейчас еще более чем на 70 тысяч тоже предоставили бесплатно товары. Вот именно для оказания помощи. Ну и другие предприниматели. Акция продлится до 1 октября. Возможно, к примеру Багучанского алюминиевого завода и БОЛПК последуют и другие предприятия района. Екатерина Родченкова, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Багучаны». До выборов в органы законодательной власти осталось всего три недели. И участковые избирательные комиссии готовятся к началу своей работы. Для членов таких комиссий прошел семинар, где им напомнили о том, какие обязанности ложатся на их плечи до окончания выборной кампании. Подробности в сюжете. И соответственно, 225 одномандатных избирательных округов. Наш Багучанский район входит в одномандатный избирательный округ номер 57. Наш избирательный округ один из самых больших в Красноярском крае. Избирателей большое количество. А это значит, работы участковым избирательным комиссиям хватит с избытком. Работа участковых избирательных комиссий начнется с 1 сентября. Первым делом членам комиссии надлежит оформить свой участок, чтобы избиратель мог сразу понять, какие проходят выборы. Обязательно должна быть информация, какие выборы в этом году. Соответственно, должен быть установлен режим работы. Режим работы вы установите сразу же на первом заседании. Второй важный вопрос семинара – это выдача открепительных удостоверений. Если сейчас этим занимается территориальная комиссия, то в дальнейшем эта обязанность ляжет на участковые избирательные комиссии. Избиратель, который не сможет находиться на своем избирательном участке в день голосования, имеет право получить открепительное удостоверение и по нему проголосовать. Не только на территории Российской Федерации, но и, по сути, возможно, за ее пределами. Получить открепительное удостоверение можно будет 7 сентября на избирательных участках по месту жительства по письменному заявлению избирателя. Также, начиная с 5 сентября, можно будет проверить наличие своего имени в избирательном списке по месту жительства. И, конечно, самый ответственный этап для членов участковых комиссий – это сами выборы, которые пройдут 18 сентября этого года. Александр Мажеванов, Дмитрий Синяев, телекомпания «Спектр», «Богучаны». Ремонт дорог – одно из самых ожидаемых мероприятий для любого населенного пункта. Не является исключением и наш районный центр. Несмотря на то, что за лето уже проделана большая работа, до конца сезона есть еще время привести часть дорог в порядок. Подробности в сюжете. Людмила Кочневой. Два дня назад дорожники приступили к ямочному ремонту дорог на улице Октябрьская. И это еще не весь объем работы, который запланировано выполнить. В общей сложности будет израсходовано порядка 31 миллиона. Это вместе с укладкой труб, которую мы сегодня проводим, с ремонтом асфальтовых покрытий, с отсыпкой гравийных дорог по улице Авиаторов и по улице Надежда. Здесь у нас будет в этом году израсходовано порядка 31 миллиона. У нас заключены договора с лабораториями, которые производят анализ того материала, который у нас Крайдео укладывает. После того, как приходит заключение, мы производим финансирование. Помимо этого, во время работы у нас есть комиссия по благоустройству, которая отслеживает, чтобы работы проводились на качественном уровне. И мы, конечно, как администрация постоянно присутствуем. Улица Октябрьская считается центральной, поэтому здесь проезжает основной поток транспорта. Это создает определенные неудобства и для дорожников, и для водителей. Возможности производства такого ремонта в ночное время, как это делается в больших городах, нет. Но то есть свои причины. Асфальтовый завод выпускает материал, который в течение двух часов необходимо уложить, иначе он становится твердым, соответственно, непригодным. Ремонт небольших улиц и переулков сегодня ведется силами специальной дорожной бригады, созданной при муниципальном предприятии, которое занимается ямочным ремонтом на улице Герцена и Островского. Бригада, которая сейчас занимается, это кропотливый ручной труд. То есть у нас есть улицы, которые имеют небольшие выемки, небольшие выбоины в асфальте, и их нужно просто брать и вовремя заделывать. В сентябре также запланировано положить сплошной асфальт по улице Октябрьская на участке дороги от аптеки до районной администрации. Злополучный участок дороги напротив налоговой инспекции планируют обустроить и проложить водоотводную трубу. В первых числах сентября дорожники приступят и к этому участку дороги. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны». Сейчас настало время рекламы, она будет короткой, не переключайтесь. Впервые и только один день. Выставка «Меховые традиции в Богучанах». Коллекция теплых и красивых шуб из меха норки, внутри бобра, овчины, енота, лисы и королевского рекса, а также шапки и дубленки. Выставка «Меховые традиции» предлагает вам купить шубу своей мечты, а также предоставляет кредит на два года без первоначального взноса. 4 сентября в районном Доме культуры «Янтарь». Подать заявление. Получить разрешение на хранение оружия. Поменять водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль. Получить архивную справку. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной, либо участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 18 сентября. Единый день голосования. Поселок Чунаяр по праву можно назвать центром Южного куста нашего района. Именно поэтому день поселка здесь отмечается с большим размахом, а гости сюда приезжают сразу за нескольких ближайших поселков. В этот раз гостей тоже было чем удивлить. В рамках дня поселка прошел фестиваль пирога. Подробности далее. Добрый день и вы, дорогие гости нашего села! Мы рады видеть вас на этой нарядной, прекрасной праздничной площади! А площадь у поселка немаленькая, и гостей в этот день почитать очень сложно. Всех пришедших на праздник поздравляют с 271 днем рождения Чунаяра руководства района и села. Хочу вам пожелать в этот солнечный день хорошего настроения, здоровья вам, вашим детям, вашим близким. Я хочу сказать, что то село, которое умеет так отдыхать и работать, обречено на долгие и долгие годы. Когда я вижу здесь столько молодежи, столько детей, у этого села есть долгая и долгая жизнь. Вдвойне приятно поздравлять вас с днем села. Сегодня мы с вами открываем, как уже объявила Светлана Владимировна, межмуниципальный фестиваль. Это фестиваль пирога. Все номинации вы наши увидите. Давайте пожелаем данному начинанию всего хорошего, чтобы все это у нас из года в год продолжалось. Праздник пирога имеет все шансы стать успешным. Один только запах свежей выпечки, кажется, собрал больше народа, чем громкая музыка. Десятки различных видов пирогов могли удивить любого шеф-повара. Одной из самых ярких и интересных номинаций праздника пирога стала номинация «Национальная кухня». И тут фантазии участникам конкурса было где разгуляться. Это кастыбы называется. Это чак-чак. Ручная работа. Очень вкусно. Попробуйте. Вот там у нас зурбалеш называется. Вагбалеш. Приходите еще окрошку на дорожку похлебайте. Нашу русскую. Сколько человек сможете накормить сегодня? Сегодня? Ну, ваших пробудов, на сколько хватит человек? У нас еще там стол. Богучанцев накормим. Хлеб у нас зарезан пышный. В застоле он не лишний. Есть блины и пироги для жрутка дорогие. Уйти с этого праздника голодным практически невозможно. Съев даже один маленький кусочек подобного пирога, будешь чувствовать сытость на целый день. Для тех, кто уже успел отведать пирогов и прочих блюд национальных кухонь, ждал концерт артистов со всего района. И посмотрим, как работает подушка безопасности в машине АК. Благодаря всем стараниям артистов, да и хорошей кухни, праздничное настроение было у каждого, кто пришел на праздник. Вам нравится праздник? Очень даже, очень. Особенно вот татарская кухня наша. Вот видите, внучка какая у нас, красавица. Она же выступает. Да, видите, в национальном костюме. А что бы вы хотели пожелать поселку в день рождения? Что пожелать? Успехов, процветания нашему поселку, конечно, в первую очередь. Что бы хотели пожелать поселку в день рождения? Благоустройство, всего хорошего, чтобы процветало кругом, чтобы люди счастливо жили. Праздничная программа дня рождения поселка закончилась только вечером. И тогда же подвели итоги фестиваля пирога. Призовые места достались практически каждому участнику. А это значит, в следующем году желающих попасть на этот фестиваль станет еще больше. Александр Мажеванов, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», Богучаны. Ночь с 27 на 28 августа по всей стране стала праздником кино. Всероссийская акция «Ночь кино» прошла в первый раз. По всей стране было открыто около двух тысяч площадок. И одна из таких площадок находилась в Богучанах. Сеанс под открытым небом можно было посмотреть на площади Дома культуры «Янтарь», где был организован просмотр фильма «Батальон» и мультфильма «Смешарики». Зрителей было немного, но мы надеемся, что эта акция станет ежегодной и будет привлекать к себе больше внимания. Этот год в России объявлен годом российского кино. А это значит, что все это время проходит и будут проходить различные акции, посвященные этой тематике. В компании «Русал» приняли решение не оставаться в стороне от отечественного кинематографа и запустили всероссийский проект «Русал» кинофестиваль. В городах и населенных пунктах присутствие предприятий компании. Поэтому поселок Таежный, в котором живут работники Бугучанского алюминиевого завода, на этой неделе принимает всероссийскую кинофестивальную эстафету. О том, что ожидает посетителей фестиваля, наш следующий сюжет. Если еще лет 20 назад кинотеатр был неотъемлемой частью практически каждого поселка в нашем районе, то сегодня многие люди уже забыли, что такое кино на большом экране. И вот сейчас у жителей поселка Таежный и всего Бугучанского района появился шанс принять участие в настоящем кинофестивале, который организует компания «Русал» в рамках года российского кино. «Приглашаем вот прямо всех. В рамках кинофестиваля планируется 6 кинопоказов новинок российского кино. Фильмы на все аудитории рассчитаны, от самых маленьких до взрослых. То есть это и мультфильмы, и фильмы для детей, для подростков. Три фильма для взрослых. Это «Экипаж» новая версия. Фильм «Герои», где Дима Билан в главной роли снялся. Фильм про любовь тоже российский, фильм хороший. Поэтому кроме показов еще, это будет большой семейный праздник. На территории Дворца культуры Таежного будут очень много разных площадок активности работать. Будет хорошая фотовыставка по российским фильмам, где будут представлены и реквизиты, и костюмы, и какие-то интересные фотографии со съемок фильмов. Занятие найдется для каждого посетителя фестиваля, независимо от возраста. И, конечно, самой главной изюминкой станет кинопоказ. Для кинопоказа в поселок будет доставлено специальное оборудование. А показаны будут последние масштабные российские премьеры, которые уже вошли в золотую коллекцию отечественных фильмов. Кинофестиваль, во-первых, познакомить зрителей с новинками российского кино. Чтобы люди смотрели больше российского кино. Оно содержательное, оно интересное, оно зрелищное. В этом можно убедиться, посмотрев фильм «Экипаж». Зрелищный, хороший, ничем не уступает американским фильмам. Содержательные фильмы для подростков. Вот «Коробка», например, «Призрак». Хорошие фильмы, качественные, добротно сделанные. И все это можно будет увидеть во Дворце культуры поселка Таежный. Сам фестиваль состоится 3 сентября. Первый показ будет для самых юных зрителей. В 9.30 покажут мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе». Причем за билетами придется поспешить. Вход и билеты будут бесплатными. Но количество билетов ограничено. Получить их можно во Дворце культуры поселка Таежный. Александр Мажванов, Дмитрий Синяв, телекомпания «Спектр». В минувшую субботу на стадионе «Ангара» состоялся турнир памяти ветеранов футбольного клуба «Ангара», о котором было известно далеко за пределами нашего района. Ведь эти футболисты становились чемпионами много раз. Подробности в сюжете Людмилы Кочневой. Теплая погода сыграла свою роль. И на соревнования по мини-футболу приехали команды из многих поселков района. Такие матчи – дань памяти ветеранам футбольного клуба «Ангара». Сегодня присутствует 8 команд. Приехали команды с алюминиевого завода, 2 металлург-строителей, Шиверский, Гремучий, поселки Таежный. Дальше команда «Гарнизон» и «Ветераны» и «Динамо» полиция. 8 команд разбиты на 2 подгруппы. Я думаю, что игра сегодня и соревнования очень интересная. Будет борьба за первое, второе и третье места. Я думаю, что, как всегда, есть у нас лозунг «Победит сильнейший», поэтому посмотрим, кто сегодня у нас победит. Футболисты почтили память спортсменов минутой молчания. На матче присутствовали игроки команды «Ангара» – Симов-Гайнула, Назаров-Иван, Смешков-Николай. Но они лишь со стороны наблюдали за футбольными баталиями, изредка давая советы игрокам. Чемпионы края, 11-кратные. Команда считала с 1978 по 1994 год. Как вы в нее попали? Валдым приехал по приглашению сюда, с Урала. Так и остались. Так и осталось. Ну, что говорить. Команда прекрасная была, коллектив очень хороший был. Тренер. Поездки везде ездили. И на России играли, и по урожае играли, и в сельских играх принимали участие. Много было прекрасно. Есть о чем вспомнить. Быть похожими на знаменитых спортсменов с детства стремятся все мальчишки. Во дворе гоняя мяч, они мечтают принимать участие в настоящих соревнованиях. Тогда был в очень маленьком возрасте, ходил на стадион. У нас команда «Ангара» была 11-кратным чемпионом края по восточной зоне. И как бы смотрел, и очень хотел играть в футбол. И вот, играя в футбол уже на протяжении многих лет, хочу как бы достичь высоких уровней. Ну, пока как можем. Вот проводится турнир по Богучанскому району. Вот играем. Играем за команды Богучан и Динамо. То есть за РУВД. То есть турнир хороший, 8 команд собралось. Вот покажем свое мастерство. Победителями турнира стала команда «Металлург» Богучанского алюминиевого завода. Второе место заняла команда «Строитель». Третьими стали «Динамо». Но главное, что этот турнир собрал вместе в этот день футболистов, чтобы вспомнить прославленную команду «Ангара», победы которой навсегда останутся в истории района. Людмила Кочнева, Александр Черкашин, телекомпания «Спектр Богучаны». И еще одно футбольное событие. 2 сентября в 10.00 на стадионе «Ангара» пройдут традиционные районные соревнования по мини-футболу среди дворовых команд Богучанского района. Сегодня Оргкомитет собрался на последнее совещание, чтобы обсудить вопросы по подготовке к мероприятию. На данный момент зарегистрировано 18 команд. К сожалению, есть транспортные проблемы в поселках Говорково, Беляки и Нижняя Теря, которые необходимо решить и привезти детей на соревнования. Также обсуждались вопросы организации питания участников турнира и открытия и закрытия соревнований. В целом, к принятию гостей, проведению мини-футбола среди дворовых команд все готово. Это были все новости на сегодня. Все наши выпуски вы можете посмотреть на нашем сайте tv-спектор10.ru. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Сдам однокомнатную квартиру с мебелью в Красноярске. Желательно студентам из Богучанского района. Телефон 8 983 163 03 80. Уважаемые Богучанцы, просим принять участие в озеленении Сквера Победы. Можно посадить любые кустарники, сирень, рябину, яблоню и так далее. Это может быть дерево в честь рождения молодой семьи, именное дерево в честь рождения ребенка и так далее. Часть ямок вдоль скамейки уже готова, ждет вас. Не останьтесь равнодушны к этому благому делу. Сквер всегда был гордостью богучанцев. Давайте продолжать дело предков. Для желающих трудоустроиться в Богучанском районе инвестиционный проект строительства магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет. На предприятие в Велес-Строе требуются специалисты, повар 2-го, 4-го разряда, пекарь. Условия работы. Заработная плата от 40 тысяч рублей. Вахтовый метод. Рабочее место. 3 километра от поселка Ангарский. Важно. Наличие образования по специальности. Среднепрофессиональное. Опыт работы на крупных объектах по указанным профессиям. Подробную информацию о вакансиях можно получить у специалистов Центра занятости населения по телефону 33 473. 200 метров на север. 750 метров на северо-запад. Следуйте вдоль ручья. 300 метров на запад. В лесу нет табличек и указателей. Чтобы не заблудиться, будьте внимательны. Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Администрации Красноярского края. Продолжение следует... Администрация Красноярского края. Продолжение следует... Продолжение следует... Крик вз personally... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА